Не проехать, да и пройти порой только с трудом. Машины в нарушении всех правил, оставленные на дороге, а иногда и на тротуаре, являются следствием целого ряда проблем. Одна из них – это отсутствие парковочных мест перед большинством пермских торговых и деловых центров. Возле крупных торговых центров, магазинов и так далее, проектами предусмотрены парковочные места, но их, как видно из практики, явно недостаточно для того количества автотранспорта, которые прибывают в эти торговые центры, ну и для того транспорта, водители которых хотят посетить вообще эти заведения с массовым пребыванием людей. В существенном сужении транспортных артерий города виновата и все та же пресловутая культура водителей, действующих по принципу «если очень надо, то можно». Не смущает автовладельцев и факт присутствия по соседству сотрудников ГИБДД. В 2009 году повсеместно вошла в практику эвакуация брошенных машин на штрафные стоянки. Как говорят в ГИБДД, работа в этом направлении ведется и сейчас. Ежедневно автотранспорт эвакуируется. Эвакуация производится как с рыночной площади, так и с центральных улиц города. Но ведь не хватает? У экваторов хватает. Другой вопрос, что личного состава на выполнение конкретно непосредственно только этой работы уже недостаточно, потому что на госавтоинспекцию возложены еще и другие функции. Существует и еще один немаловажный аспект, который отмечают и многие эксперты, и горожане. Водительская дисциплина серьезно ухудшилась после начала реформы в милиции. Закрываются стационарные посты ГИБДД. В случае мелкого ДТП ждать автоинспекторов можно часами. Официальных данных о количестве экипажей на улицах города никто не приводит. Но в частных беседах инспектора охотно рассказывают, что называется, о наболевшем. Рабочих рук не хватает. Еще пару лет назад только в одном районе города ежесуточно дежурили около 14 экипажей ДПС. Сегодня, после всех реформ и сокращений, на улицы выезжает 3-4 экипажа ДПС. Антон Шибанов, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.